хоба привет с вами доктор влад у нас темнотища дождик идет на улице и всего 14 градусов мы сейчас собаками погуляли я взял с собой камеру поснимал под дождем вот ну в общем посмотрите потом я пока еще сам ролик не смотрел потом я его закинул так новости вот главная новость по моему это то что рыболовный траулер загорелся в охотском море так в росмор речь флоте сообщили что к терпящему бедствию траулеру ахтиар подошло спасательное судно справедливые специалисты готовятся провести разведку так сначала команда сообщила что пожар локализован так а потом траулер продолжал гореть сейчас к нему подошел спасатель ну и так далее в общем я вам потом скажу ну я надеюсь что там нет ни штормов вроде никаких всех спасут я на это надеюсь так путин обсудил с меркель эскалацию ситуации в донбассе да у них бла 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 не более того дмитрий козак россия может стать на защиту жителей донбасса если будет вынуждена нагнетают ребят нагнетают конечно песков заявил о готовности москвы к худшим сценариям развития отношения с сша но какие худшие то часы у тебя отнимут песков да часы то наворованные куплено песков заявил что россии не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов ну рабов не хватает ребята ну так надо говорить что значит мигранта рабы глава ульяновской области сергей морозов ушел в отставку ну не знаю это для ульяновцев наверное как-то важно у нас есть ульяновцы здесь полковника квачкова сняли с поезда и забрали в следственный комитет но тот самый квачков знаменитый направлял направлялся он белоруссию на конференцию ночным поездом вязьми их высадили везут неизвестно куда неизвестно кто сообщила супруга квачкова прежде чем связь с ней прервалась неизвестно почему его забрали так лента ру передается владельцев заправок потребовали объяснений о росте цен на бензин не а путин ни при чем конечно владельцы заправок ухо никакие песков рассказал о высоком спросе на российскую вакцину ой держите меня семеро так а он прокомментировал ситуацию с закупками вакцины словакии отметив что не знает нюансов но я вам говорю что там другая вакцина пришла не ту которую исследовали а просто водичка в арктике появятся тысячи новых рабочих мест ох ты миллионы миллиарды рабочих мест в арктике и всем будут выдавать теплые штаны в россии вывели опса 8672 новых случая ребят это больше чем вчера это больше ай 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 так не пустим россию на олимпиаду японцев возмутили сборы на курилах я уже говорил оказывается там сборная россия по серфингу перед олимпиадой в токио тренируются но это это тоже назло как говорится ребят именно вот над на том самом острове незаконно захваченными россии так роспотребпозор выявил нарушение почти у 70 процентов поставщиков продуктов питания в школы то есть школьников готовят не готовят а кормят ну сами понимаете чем хоть на букву держать на букву гав понятно да жалко детей то россии не хватает мигрантов ты уже говорил это в другом месте петербургское отделение роспотребнадзора подаст в суд на организаторов арт-дог-фета из-за отсутствия масок интересно а путин толпу собирал там вообще ни у кого масок не было это можно это другое война на породе алексей мельников вырвался на их и москвы наши войска стальной зеленой массы идут границам украины сеть забита видео и фото и все молчат все молчат как это так одно только яблоко говорит об этом ой какой они все это яблоко уже гнилое совсем у это я не буду так с российского космодрома впервые запустят молодежные нано спутники под названием суслик это тот самый спутник которого не видно но он есть ушел в отставку судья отправивший в сизо белых фургала и калви чистка ребят чистка чистка ай-ай эксперт об отставке главы тувы отставка главы тувы я поможем об этом говорила может и нет но сейчас узнали и дальше эксперт говорит о том что шойгу уже не будет министром обороны смысл знаете в чем большая мутная статья но якобы он вот этот глава тувы опирался на шойгу а раз его выгнали значит шойгу ослаб тем более в преддверии возможно войны возможно войны с украиной шойгу выкинут и поставят боевого какого-нибудь маршала не знаю я не знаю в кировской области в квартиру на втором этаже заползла змея в жилой пятиэтажки непонятно как она добралась до второго этажа но она сильно перепугала всех обитателей жилища на тот момент дома были маленький ребенок с мамой и собака ух ты вот так вот сидишь а тут змея да вот я тоже не буду бродячие псы напали на женщину юрий антонов впервые появился на публике после долгого перерыва ему страшно захотелось мазать и вот на закрытом гала ужине он появился после тяжелой болезни выглядел хорошо ему 76 лет улыбался и позировал он травмировал колено оказать 2018 году ой-ой-ой антонов живет московской области держит дома большое количество животных молодец какой вот это хорошо в новокуйбышевске несколько дней будут отключать электричество еще один экспериментальный город новокуйбышевск вообще кошмар да и внизу вот здесь 14 апреля с 9 до 16 энергию заберут в центральной больнице города в терапевтическом корпусе поликлиники пищеблоки хозблоки гаражах детской поликлиники надо же а ну как вот это так у нас у нас не будет такого ну не бывает просто и все как похудеть без обвисания кожи врач рассказала простом способ у меня ролик есть и кстати он набрал уже почти миллион или два миллиона или миллиард просмотров но вот здесь но упражнение да вот а здесь врач косметолог говорит что надо так нашел более плотной кожи станет когда будет уходить жир после радиолифтинга аппаратного или вакуумного массажа имплантации нитей я себе ниточку имплантировал а то иногда надо что-то зашить раз ниточку выдернул все резкое похолодание до минус 2 градусов и снег ожидается в ростовской области ребята в ростовской но я вам покажу я уже не помню говорил нет говорил уже да я вам покажу какая у нас погода у нас сейчас плюс 14 и обе собаки мокрые так борьба с коронавирусом в казахстане успешно производит российскую вакцину так это не борьба это помощь коронавирусу водные процедуры улицы петербурга моют с шампунем шампунем после зимы на весь петербург выделили аж две бутылки шампуня так иркутская соцработница заработала на сиротах 25 миллионов рублей короче сиротам предназначены деньги да вот она себе это были накопительные пенсии пособия которые полагали север там под достижение совершеннолетия всего потерпевших 36 детей нормалек да и дальше в конце вообще убойно соцработница сейчас находится под домашним арестом а 13 ее сообщников под подпиской о невыезде я говорил уже не один раз что работал в детских домах и там нарушаются права налево и направо им полагается каждому жилью после того как он выходит из детского дома да дадут какой-нибудь угол в общаге да в садоводстве под тверью затопленными оказались более ста участков садоводство эдельвейс находится в нескольких километрах от твери назвали эдельвейс так и твиттер быстренько твиттер люсенька не верьте совкам которые врут при 90-е годы в 90-е было ощущение новизны и свободы согласен абсолютно ждали мы чего-то нового так у него дальше новизны и свободы ощущение избавления от тухлого совка совершенно да ощущение что государство работает для людей у меня такого не было совки смотрели на все это и белели от злости мечтаю вернуть времена крепостного рабства ну тут правда вот смотрите какой какой комментарий новизна была такая что просто охренеть разборки в центре донецка с автоматами и пулеметами поездки на заработки в москву иногда в один конец в итоге на кладбище капуста и макароны вместо зарплаты при позднем совке такое было в диковинку а в сталинское время позабыли ну в общем да да ребята такое было было всякое было это убийство которое совершается на наших глазах людмила улицкая владимир мельзоев михаил козырев и многие другие выступили в поддержку алексея навального ну выступили так у ребята белоруссии сейчас в шоке нас остановил на улице патруль с вопросом почему ребенок так одет на мой вопрос как он ответил вызывающая цветовая гамма у него белая шапочка и красная курточка вызывающая цветовая гамма у это совсем не смешно а очень страшно что люди наделенные властью сходят с ума да ребята миллениалы да но эти которые родились двухтысячном они не умеют пользоваться стрелками на часах а следующее поколение в смысле 60 минут в часе а где остальные 40 поняли да юмор тоненький 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 так риа новости сообщает что эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженной скульптурной детей но я вам говорил уже да ну все теперь прикроют обнаженные части скульптур портретами членов партии и правительства и тут этот микеланджело как он но это давид 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 в трусах в трусах и в байке да тасс против астраханского депутата единоросса возбудили дело за связь с несовершеннолетней племянницей ух ты единорос уважаемый владимир владимирович я зарабатываю 12 130 рублей в месяц жена не работает двое детей ипотека связь с этим у меня вопрос как вы относитесь к попыткам стран запада переписать историю второй мировой войны ох как ядовито о как ядовито власть в россии последние 20 лет всемирно поощряет постоянный показ на гостелеканалах экстрасенсов колдунов докторов малаховых и целительных мощей власть в россии сегодня удивляется чего это народ в вакцинацию не верит согласно рейтингу составленную леготовым институт россия находится на девяностом месте по уровню жизни среди 142 стран мира между гватемалой и лаусом офигеть да так песков и 117 российских долларовых миллиардеров не видит ничего страшного в падении рубля ох в кыргызстане похитили девушку с целью женитьбы а потом убили бешкете митинг за отставку главы мвд ой какой кошмар какой кошмар россия обогнала всю европу по числу заключенных в тюрьмах на 100 тысяч населения 356 человек сидят если одной минуты любого эфира соловьева вполне достаточно чтобы понять что он и его гости готовые пациенты псих диспансера то как назвать людей которые смотрят этот дурдом часами да ребята в сервисе который должен заменить россиянам youtube оказалось встроена цензура например расследование навального там просто не дают публиковать на трутюб да не дают ха-ха на рутюб оказалось нельзя загрузить фильм пбк о дворце путина нормалёк чё рубль начал подвывать и дальше комментария может подхрюкивать и последние ребята о хотела ролик поставить но ведь меня опять арестуют за это я один раз поставил ролик про голубых помните вот на выборах да как два голубых взяли мальчишку из детдома и вот сейчас новый ролик отряды путины готовы к войне с украиной вот эти бабушки старушки и вот это рыжая и среди них еще какой-то старичок ветеран стоит опять ну посмотрите но это ужасно конечно у меня все на данный час и будет сегодня еще ролик с мишкой и гришкой пока пока до завтра ребят